Привет, мои дорогие аудиофилы! Сегодня будем заниматься аудиофилией. Это не больно. Что это означает? Это означает, что сегодня мы с вами возьмем несколько гитарных кабелей и сравним звучание одного инструмента через них. Бытует мнение, что чем дороже кабель, тем он лучше. Ну, казалось бы, обычный кусок меди. Два джека припаянных. Ну, может потянуть и обычный какой-нибудь телевизионный кабель, допустим, да? Но не все так просто. Немножко пробежимся по классификации. Существует несколько классов этих кабелей. Значит, есть хай-энд класс, есть хай-фай класс и есть самый низкий класс, так его назовем. К хай-энд классу относятся такие кабели, как Evidence Audio и Vox, которые стоят приблизительно 5000 рублей за 3-х метровый кабель. Не каждый музыкант готов на это потратиться. К так называемому хай-фай классу относятся такие кабели, где-то в ценовом диапазоне до 3000 рублей. Такие, как Sonar FXXL, Clots AC 106-110, Lava Cable, HESU. Множество их. Очень много кабелей, начиная от 1500 и где-нибудь до трешки укладываешься. Значит, у меня здесь есть вот такой вот замечательный воплёточки с белыми ньётриками модными. Немецкий кабель Sonar FXXL, изготовленный компанией Hambleby Cable. Спрашу, спасибо, подогнал. Также у меня есть поюзанный уже мною, мной же пареный. Это Clots AC 106. Я его пользую уже где-то лет 7. И есть дешёвенький кабель, приблизительно стоимостью 500 рублей. Это Proer. И называется он, по-моему, там Die Hard или как-то так. В общем, 5-харточку он стоит. Так что давайте-ка мы послушаем. Различаются ли они? Или же всё-таки это всё маркетинг и долбаная реклама? И в этом тесте мы с вами будем использовать абсолютно чистый звук с гитарой. То есть мы не будем использовать лампу, ничего такого. Напрямик подключена гитара в аудиоинтерфейс. У меня это M-Audio C400 Pro. И всё. То есть делай звук. Больше нифига. Слушай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В итоге разница всё-таки есть. Есть, и она ощутимая. Получается, что вот этот вот Proil это не что иное, как обычное Guano, на мой взгляд. Звучит тускло, звук мутный. Что касаемо Clot's. Clot's себя неплохо показывает, но всё-таки мне больше нравится Sony. Поэтому я не только себе поменял инструментальный кабель, но и заменил полностью всю коммутацию на Sony. Ну что ж, спасибо, что посмотрели. Не забываем подписываться на мой канал. Заходить в сообщество ВКонтакте, туда тоже подписываться. С вами был Ник. И удачной вам коммутации, пацаны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова